Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим очень красивые комбинационные идеи от победителя трех первенств до революционной России Сергея Андреевича Воронцова. Сергей Андреевич Воронцов, по сути, являлся одним из чемпионов Российской империи, ни много ни мало. И родился Сергей Андреевич в небольшой деревеньке близ города Коломна. Я, друзья, был в городе Коломна, очень красивый город, там есть Кремль огромный. И по одной из легенд, как раз вот в одной из башен Кремля Коломенского, она называется Маринкина башня, была замучена жена лжецарей, самозванцев, Лжедмитрия I и Лжедмитрия II. Когда я поднялся на Кремль Коломенский, то ощутил, что называется, русский дух. Помните, как в сказках Баба Яга кричала, фу ты, ну ты, русским духом запахло. Кстати, город Коломна, по одной из версий, получил название от того, что якобы там рядом располагались каменоломни, то есть Коломна. По другой версии, от финно-угорского слова калма, что означает кладбище. Возможно, рядом, то есть, находилось большое кладбище. И третья версия от словосочетания Коломна. Все мы, друзья, шашисты, знаем, что такое Кол, так что этот город чисто шашечный. То есть, и там родился и первый чемпион Российской империи по шашкам, ну и название чисто шашечное. Ну и первая комбинация, которую мы сегодня рассмотрим, как раз возникает из дебюта Кол. СД4, БА5, ДЦ5. Черные и белые развивают свои сильные левые фланги. ФГ5, БЦ3, ГХ4, АБ2. ЖФ6, СД4, ФГ5. Белые изготовились для размена и размениваются на поле Б6. Черные играют АБ4 и белые уходят в уголок. Такой десант высадили на поле А7. Черные играют ЕД6, хотят разменяться. Белые играют ЖФ4, препятствуют этому плану. И черные играют АЖ7. Здесь белые разменялись и черные сыграли ДЕ7. Белые играют СД2 и в этой позиции черные пошли ЖФ6. Белые БА3 и черные сыграли ДЦ5. Предыстория этой партии. Эту партию белыми играл как раз Сергей Андреевич Воронцов, а черными играл мастер, московский мастер Леонид Потапов. То есть однажды три молодых московских мастера решили научиться вариантам как раз у Сергея Андреевича Воронцова. Он согласился с ними играть у себя дома, но строго-настрого запретил записывать свои партии. Но мастера схитрили и решили записать варианты, которые играли как раз Сергеем Андреевичем. Но Сергей Андреевич однажды заметил, что один из мастеров подглядывает в дверь, в замочную скважину и записывает варианты и решил их за это наказать. И вот как раз в партии против Леонида Потапова мы видим вот такое наказание. Как говорит русская народная пословица, любопытной Барваре на базаре нос оторвали. То есть в этой партии Леонид Потапов думал, что черные легко побеждают, он уже предвкушал победу. Ну действительно кажется, что белым некуда ходить. То есть СБ4 нет из-за простого СД4 и черные попадают в дамки. Здесь плохо играть СД4, так как черные временно жертвуют шашку. Нападают сразу на три, надо закрываться. И затем черные проводят вот такой удар. То есть после всех разменов черные также попадают в дамки и легко выигрывают. Если же белые в этой позиции играют АСЖ3, то черные тогда играют ЕД6. Ну и на ход СД4 закрываются СБ6, а после ДЦ3 размениваются назад. Белые играют СД4, черные снова размениваются назад. Видите, хода АБ4 нет из-за простого ДЕ5. И белые останутся без шашки, поэтому приходится играть ЕД4, черные играют ЕВ6. Ну после вот такой разменной комбинации, все-таки у белых плохо. То есть оппозиция здесь в пользу как раз черных. Белым надо жертвовать шашку. Они прорываются в дамки, но у черных здесь форсированная победа. То есть видите, черные играют СД6. Ну и затем на любой ход загоняют свою дамку на поле А5. И белые вынуждены отдать черным большую дорогу. То есть видите, белые не могут находиться на этих полях из-за простого ДЦ5, а на этих полях из-за простого ДЕ5 и дамка белых гибнет. Поэтому белые отдают большую дорогу, черные проводят все шашки С5 и Д6 в дамке и легко побеждают. Поэтому молодой мастер Леонид Потапов уже рассчитывал на победу. Но к тому времени достигший очень преклонного возраста Сергей Андреевич провел блестящую комбинацию в этой позиции за белых. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее. Она очень красивая. Белые играют АБ4. Жертвуют шашку. Затем СБ4. Вторую шашку отдают. Затем третью. Затем четвертую. И затем пятую. И совершают свой финальный удар. Белая шашка попадает на поле Д8. Становится дамкой. И затем продолжают свой удар уже как дамка. И за гребущими руками снимаем 5 единиц соперника. Вот такая красота. Во второй партии Сергей Андреевич разгромил также московского мастера Николая Кукуева. СД4, ФЖ5, БЦ3. Сергей Воронцов играл черными. Черные разменялись. На поле Ф4 поставили так называемый печок. И белые играют АБ2. Стоит угроза. Обычно в этой позиции размениваются БЦ5. Но Сергей Андреевич сыграл Б5. Ну и в этой позиции лучше было сразу же нападать белым. И у них было преимущество. Но Николай Кукуев сыграл АБ4. Сергей Андреевич ответил здесь ЖФ6. Это, друзья, ход уже проигрывает. В этой позиции черным надо было играть ЕФ6. Но этот ход вместе с тем ловушечный. И сейчас вы увидите соль этой ловушки. Белые напали. Черные временно пожертвовали шашку. И пытаются отыграть ее. И в этой позиции Николай Кукуев ошибся. То есть в этой позиции надо было играть БЦ5. Ну и после ДЕ7 белые нападали. Надо играть ФГ5. Отыгрывать шашку. Тогда белые играют ЖФ2. Надо играть ЖХ4. Ну и затем белые играют ДЦ5. И выигрывают эту позицию. То есть видите, у черных разрыв по флангам. Ну и соответственно белые легко побеждают. Но белые не разгадали замысел черных. И в этой позиции они напали ходом ФГ3. Этот ход очень красиво проигрывает. Черные здесь проводят комбинацию. Можете поставить видео на паузу. И попытаться найти комбинацию за черных. Черные играют АБ6. Белые бьют шашку. И затем черные играют БЦ5. Ну в эту сторону бить бесполезно. Черные попадут в дамки. И выиграют эту позицию. Поэтому белые побили на поле Д6. Затем черные отдают еще одну шашку. Затем еще одну. И здесь уже становится понятным замысел черных. Они попадают в дамки. Вроде бы белые тоже ставят дамку. Но она тут же ловится. И черные легко побеждают. Вот такая красивая комбинация. В этой позиции Сергей Андреевич провел красивую ничейную комбинацию. То есть позиция белых плохая. Видите. Плохо здесь играть ДЦ3. Потому что черные играют ФЕ7. Ну и на ход СД4 черные здесь выигрывают. Ходом СД6 именно. То есть на ход ДЕ5 отходим. Ну и как бы белые не играли, здесь у них плохо. То есть на такой ход размениваемся. Ну и грозим следующим ходом подорвать пункт Е3. И пройти в дамки. Хочу отметить, что в этой позиции не выигрывал ход ЕД6. Потому что белые играли СД2. Ну и в ответ на ход АБ2. Белые жертвовали одну шашку. Затем вторую. И проведили вот такую ничейную комбинацию. На ход ФЕ5. Черные играют ФЕ7. Следующим ходом нападут на шашку Е5. Выиграют ее. Ну и легко победят. Кажется, что в этой позиции спасения за белых нет. Но на самом деле здесь есть все же ничья. Очень красивая комбинационная ничья. То есть все-таки играем ФЕ5. И на ход ФЕ7 играем ЕД4. Черные нападают. Выигрывают шашку. Мы ее жертвуем. И играем ДЦ5. Черные играют АЖ3. И здесь белые проводят вот такую неожиданную комбинацию. Ударом каблуком. То есть отдаем одну шашку. Загоняем черных дамки. Затем вторую. И вот такой удар. Очень красивый. И партия заканчивается ничьей. Ну и на десерт сегодня рассмотрим самую старую позицию. Известную из русских шашек. Эту позицию, как говорил Сергей Андреевич, ему показал его учитель. Его однофамилец Воронцов. Также, по-моему, Владимир. То есть в этой позиции белые играют ФЕ3. И побеждают во всех вариантах. Можете поставить видео на паузу. И попытаться найти выигрыш за белых во всех вариантах самостоятельно. Ну, на ход ХЖ3 белые проводят комбинацию. Отдаем две шашки. Бьем назад. Черные бьют две. Белые три. И попадают в дамки. Черные бьют одну шашку. Кажется, что здесь есть шансы на ничью. Но эта позиция выигранная за белых. То есть в этой позиции белые побеждают следующим образом. То есть играем сперва ЕД2. Ну, и у черных здесь есть два хода. Если черные играют АБ6, тогда мы переводим дамку на поле А3. Ну, и на ход БА5 нападаем. Надо закрываться. И затем выигрываем в этой позиции ходом ДЦ3. Можете убедиться самостоятельно. Черные здесь быстро проигрывают. Если же черные в этой позиции играют ФЕ5. Ну, также играем дамкой на поле А3. Ну, и на ход АБ6. Затем играем также АБ2. Ну, и все сводится к этой позиции. Белые побеждают. Если в этой позиции черные проводили вот такую комбинацию, то белые здесь также проводят красивую контр-комбинацию и также выигрывают. То есть ставим дамку на поле ФЕ6. Черные бьют. Затем отдаем одну шашку. Затем вторую. Затем третью. И забираем три шашки. Черным надо отходить. И белые красиво жертвуют дамку. И так же побеждают. Ну, и наконец, если черные здесь играют ФЖ5, тогда мы играем ЖФ2. Надо размениваться. Мы играем БЦ5. Черные играют ДЕ7. Мы ФЕ5. Надо размениваться. И белые ставят очень сильный РЖОН. То есть шашка на поле ДЕ6, если ее нельзя атаковать, она называется РЖОН. Белые здесь легко побеждают. Друзья, если вам понравилось данное видео, пожалуйста, поставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Можете поделиться этим видео в соцсетях. Буду вам за это благодарен. Пишите ваши комментарии. Задавайте вопросы. Если что-либо не ясно, отвечу на все вопросы. Друзья, играйте много. Играйте честно. До свидания. Увидимся на шашечных баталиях.